Июля проходил командный чемпионат мира по бильярдному спорту «Свободная пирамида». Попадаем мы с вами на второй полуфинальный матч, который вместе с вами будет смотреть дуэт комментаторов в составе Юрия Царицына и судьи международной категории, тренера-преподавателя высшей категории Сергея Агейенко. Сергей, здравствуйте. Юрий, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Приятного просмотра. Собственно, что еще нам для счастья надо. Итак, второй полуфинал, в котором встречаются команды Белоруссии и Кыргызстана. В составе белорусской команды выступают Евгений Курта и Андрей Глушанин. Ну а Кыргызстан представляют Кенебек Сыганбаев и Дастан Лепшаков. Национальный герой своей страны Кенебек Сыганбаев. Да, и, наверное, действительно стоит говорить о том, что имя этого бильярдиста известно не только в Кыргызстане, но и по всему миру. Если говорить коротко о том, как складывалась судьба нынешних соперников, то отмечаем, что в 1-4 финала белорусская команда обыграла своих же соотечественников третью команду Белоруссии со счетом 6-2. Ну а применительно к сборной Кыргызстана, то здесь была повержена вторая украинская команда, в которой выступал Александр и Евгений Паламарь. Напоминаем, что это свободная пирамида. Для тех, кто, может быть, не знает или смотрит бильярд впервые, отмечаем, что здесь можно играть любым шаром. По-любому забивать как свои, так и прицельные. Ребята будут играть друг за другом. Да, поочередно выполняю удары. Да, чтобы зритель понимал. Ну и вот, опираясь на опыт первого полуфинала, в котором встречались представители Украины и Молдовы, надеемся, что это противостояние будет не менее интересным. Потому что там, конечно, получился очень зрелищный матч. И очень динамичный. Мы не видели ни одного отыгрыша, а сейчас уже наблюдаем второй отыгрыш. Что, по крайней мере, вот на данный момент удивительно. Ну, ребятам играть нечего. Как и в первом полуфинале я говорил уже, здесь очень большая разница и очень большой стимул. Я имею в виду призовые. Большая разница. Применительно к достижениям последних двух лет отмечаем, что у Канебека Сугенбаева за плечами победа на чемпионате мира по динамичной пирамиде в 2014 году. Третье место на международном турнире Сент-Питетсберг-Опен, также по динамичной пирамиде. Ну и третье место на Кубке Кремля в 2013 году. Что касается его коллеги, партнера по команде Достана Лепшакова, то здесь последняя крупная победа «Триумф» датирована 2014 годом. Стал он чемпионом мира по комбинированной пирамиде среди юношей. Ну и собственно вот из таких последних серьезных достижений еще первенство мира по пирамиде, которое прошло в 2013 году. Там он также стал обладателем бронзы. Примитно к белорусам скажем, что Евгений Курта, уроженец города Борисова, родился в 1988 году, мастер спорта международного класса. В последний раз становился призером на чемпионате Европы по свободной пирамиде в году 2014. Ну и чуть ранее был третьим на Кубке Республики Беларусь по пирамиде. И еще об одном скажем. Также был он бронзовым призером чемпионата мира по динамичной пирамиде в 2014 году. Андрей Глушанин не столь, пожалуй, именитый бильярдист, как его партнер по команде, но и здесь есть свои достижения. Третье место на чемпионате Беларуси по комбинированной пирамиде в 2015 году. Чуть ранее, двумя годами, была бронза чемпионата мира по свободной пирамиде. Непростые ребята собрались и во втором полуфинале. Констатируем и действительно отмечаем, что это так. Ну и пока видно, что и не просто складывается этот полуфинал. Пока счет не открыт. И продолжается у нас серия отыгрышей. Ну вот на контрасте, да, пока удивительно наблюдать, что вот именно так разворачиваются события. На контрасте, да. Ну надеемся, что ребята разыграются. Вечно это все равно продолжаться не может. Говорили мы в первом полуфинале с Сергеем о вот этом вот нововведении, да, наличии микрофонов. Петличек, говоря телевизионным языком, как у тех, так и у других спортсменов. И можем мы слышать их диалоги. И вновь мы слышим только одну команду. Ну по-моему вот я слышал и беседу Кеннебека с Дастаном. Сейчас посмотрим, вот они к столу выйдут. Вот они сейчас и беседовали. Мы слышим. А разве не Курта разговаривал? Нет, нет, они попытались, я говорю, я не услышал. Ну сейчас понаблюдаем. У стола Кеннебек Сыганбаев. Да, повторюсь еще из предыдущих работ. Киргизия очень бильярдная страна. Кеннебек безумно любит бильярд в Киргизии. Посмотрел сейчас Кеннебек, не касается ли он вот того шара, стоящего на длинном борту. Но пока без фола. Ну и посмотрите, уже третий раз примеривается, но всякий раз что-то его останавливает. Повышенное внимание судей. Естественно, смотрят они за тем, чтобы не было здесь штрафов. И вот, наконец-то, дождались мы с вами первого забитого шара. Команда Кыргызстана открывает счет в этом полуфинале. 1-0. А в том полуфинале, по-моему, первыми молдаване. Забили молдаване, да. Там Сергей Крыжановский попал с разбоя. Но пока не так динамично. Действительно, достану Лепшаков. Сейчас не чурается несколько раз обойти стол. Кеннебек не поддерживает. Забил, пошел, сел. Да, общение украинской команды было таким, да? Показательным в этом плане. Очень активно ребята беседовали, друг другу подсказывали. Хороший ваш раз играет достану. И смотрите, подкатывает к середине. Очень неплохо. Я думаю, сейчас Савинбаев должен быть доволен. На классический правый верхний винт было видно, как шар по дуге заходил в лузу. Ну, пока вот слышим только, как мелится кить. Такое ощущение, что обед молчания взяли сейчас спортсмены. Да, повеселее было в том полуфинале. Ну, давайте подождем, Юрий. Может быть, ребята все-таки разговарятся, что-то настроение... Дали себе установку, да? До выигрыша в первой партии ни слова. Не помогают нам работать. Абсолютно. Есть игра в центр. Ну, играет от центра, но пока не играет. Ну, по всей видимости, выбирает вариант для продолжения. Этого шара можно накатить, и будет игра дальше, а в середину плюс один. И опять ничем. Сверх неторопливое начало. Да, скорее всего, будет накатывать для продолжения игры. Это самый верный ход. Единственное, что неудобно. Я вот думал, что здесь больше такая заминка связана с вопросом подбоя. Не угадал. Я думал, он будет катить вперед, а он просто сыграл этого шара. Я думал, что будет подбивать пирамиду, но тоже не угадал. Может быть, ребята просто решили, если вы вспомните, как украинская команда приняла решение, давай не будем думать о выходах, будем просто забивать. Но это было уже после серии ошибок, когда ребята уже как бы и игру почувствовали, и поняли, что вот именно в этот момент им надо набрать счет, так сказать. Ну, а Канебех с Достаном решили сразу, с самого начала. Просто без ошибок. Показывают руководство Федерации бильярдного спорта России. Отметим, что чемпионат проводился международной конфедерацией пирамиды и Федерацией бильярдного спорта России под эгидой Всемирной конфедерации бильярдного спорта. Организации проведения осуществлялись Министерством физической культуры и спорта Ростовской области, Федерацией бильярдного спорта Ростовской области и Федерацией русского бильярда города Ростова-на-Дону. Не стали ребята атаковать В общем-то нечего было атаковать Мы опять сейчас видим серию отыгрышей Хотя Достан перед этим Только что забил такого же Свояка Давайте посмотрим решится Нет, отыгрывается Ну и вот сейчас Андрей Глушанин Видимо будет производить Нечто похожее Ошибается Андрей Глушанин Поднимаем Прицельный шар от бурта И что же Канебек будет атаковать Видимо свой вукол Будет атаковать свой Посмотрел коридор Свояка Будет давать правый винт Да, классический правый винт Верхний Не точно Как мы видим не точно Ну не критично Ничто не застряло Тоже обращаем внимание на то Что сейчас поймало себя на мысли Канебек при выполнении удара Не так близко Вводит кием Относительно подбородка То есть вот смотря на других игроков Обычно это такой действительно Низкий угол наклона И кием практически соприкасается С линией подбородка Мы по-моему с вами Юрий уже говорили об этом Да? Я не припомню Снукерная стойка И русская стойка Я по-моему приводил Нам говорили о том Что есть видеоматериал Владимира Серафимовича Симонича Который показывает Как научиться стоять в снукерной стойке Как играть в снукерной стойке А, ну я припоминаю Это в ранних трансляциях Да, да, да Чуть раньше мы с вами обсуждали И я там же упоминал о том Что сам он проиграл Ну, вернее, играл В высокой русской стойке Ну и вот первый раз Используют спортсмены Машинку или тещу Как угодно можно ее называть Вы имеете ввиду в полуфиналах? В полуфиналах, да Вот то, что мы с вами смотрим На этом турнире В первом полуфинале ни разу Бильярдисты не прибегли К использованию он и Ну а здесь Евгений Курта Ну что, с почином, ребят Да, первый шар в этом полуфинале Надеемся, что последует И Андрей опять закрывает позицию А так хотелось, да, продолжение? Конечно Зрителям хочется зрелищ И хлеба Однозначно И это вот, говоришь Как синхронно сейчас Курта с Глушаниным Подскочили со своих мест И помчались вот так Видимо, да, их Немножко эта ситуация уже Присытила Да, достану Немножко своего шара Чуть посильнее послал Шевельнул кучу И они рванули смотреть Есть ли там что или нет Есть ли там хлеб Ну, судя по всему Не увидели Не нашли Ну, тоже, можно сказать С ошибочкой здесь играет Курта Ну что, на первом ударе Канебек потренировался На втором ударе Будет попадать, нет? Да, практически Такой же здесь угол Только в том случае По-моему Прицельный был Чуть дальше от длинного борта Не прицельный, а биток Нет Считается, Ганбаев Что недостаточно хорошо Он в прошлом ударе Потренировался Да, вот сейчас Наверное, можем Мы констатировать Что не слышим мы Диалог белорусской команды Потому что видели Что Глушанин Что-то сейчас говорил Евгению Но Звука нет Воспользуюсь случаем Того, что нет активности И говорить практически не о чем Хотелось бы сказать Несколько теплых слов Благодарности Я думаю, что ко мне Присоединятся Многие телезрители Тем людям Которые вот Эту картинку делают для нас Мы ее видим Я точно знаю Что это способствует Развитию бильярда Спасибо им огромное Дай Бог здоровья Да, популяризация бильярда Действительно Идет полным ходом Тем временем Евгений Курта У стола Играет своего В угол налево И наконец-то попадает И подбивает Был он дерзок и смел Делал все, что хотел Именно так Да Сложного шара Играл сейчас Причем еще Свояк И с подбоем Пирамиды Да И мне кажется Что вот может Это стать Такой отправной Точкой в этой партии Потому что Действительно Так ни шатка Невалка События в ней Развивались До сего момента Мажет Глушанин Обидно Ну да Осмелится Сыграть Такого Свояка Открыть Позицию Ну Первая партия Юрий Что Мы в первой партии В прошлом Полуфинале В первом Полуфинале Видели тоже ряд Ошибок Помнится Там мы Думали Гадали Как долго Будут длиться партии Четыре минуты Или три минуты Здесь вот пока Такой возможности Не представляется Нет Я думаю Что и здесь Будут протекать Стремительно Партии Мы увидим Не одну партию В 8-0 Что называется Не с одного Ския С двух Киев Им полегче Забивать надо всего По четыре шара Но пока Вот решили Спортсмены Что называется Вкатиться Не форсировать события Ну что ж Раз им так удобно Не будем Из-за этого Прикат И второй Падает Шар У Канебека 6-2 Зрители Это радует А Канебека Это огорчило Конечно же Хотел он Безусловно Оставить Этого шара В середине Шесть шаров У них уже есть Позиция Открыта Вариантов Можно найти Много Мне вот видится Прямая пара В середину В дальнюю В дальнюю От нас Середину Не успел Обратить внимание Сейчас посмотрим В дальнюю От нас Середину А вот По диагонали Да Вот я говорил Чужого шара Которого Да Сейчас До стана Будет убирать Шара Которым Я как раз Говорил Да Здесь можно было Конечно Мне кажется Более удобно И попадает Лепшаков И 7-2 В шаге От победы В первой партии Останавливается Команда Из Кыргызстана По-моему Любимая поза Евгения Курты Задумчив Рука У подбородка Ну Для волнений Наверное Сейчас еще Пока Рановато Да нет Конечно Еще все впереди Вся основная борьба Предстартовое Волнение Ребят Уже в принципе Можно поздравить Они уже При медалях В этом Престижнейшем И дорогом Турнире Да Напоминаем Что Здесь мажет Саганбаев Напоминаем Что призовой фонд Мужского турнира Составляет 6 миллионов рублей Победитель Команда Победитель Получит Миллион И четыреста тысяч Серебряные призеры 900 тысяч На двоих Ну и Команды Которые займут Третье место Напоминаем Что таковых Будет две Это будут те Кто уступит В полуфинале Точнее Одну команду Мы уже знаем Это Молдавские Бильярдисты Так вот Бронзовые призеры Получают 450 тысяч Рублей На двоих При игре Своего В середину Точен Евгений Есть Продолжение У Андрея Наверняка Хотелось Ему сыграть Чуть-чуть Потише Но Не угадал В расчетах Но тем не менее Резко Для бильярдиста Находка Уверен Накладет Чужого Исправляется Андрей Ну а вот здесь Любопытно Посмотреть Будет ли Атака Центральную Лузу Или отыгрыш Ну в случае Команды из Беларуси Я бы поставил на атаку Они уступают в счете 3-7 Я не думаю Что это какой-то Крик души Или последний шанс В этой партии Но Я бы рискнул На месте Курты Так с легкой руки Обмолвился я Да А почему Юрий? Да потому что Я просто рисковый парень Ну по большому счету Наверное да Так и есть Сложная резка Очень большая Резка Если он играет В середину Насколько я понимаю Да 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 Мы именно Последний узел Говорим Но и Курта Подтверждает Наше Рассуждение О том что Риск дело благородное Браво Евгений Браво Евгений Браво Браво Евгений Характера Достает машинку Если мне не изменяет память Это господин Посягин Председатель попечительского совета Международной конфедерации По пирамиде Наверное И федерации бильярдного спорта России Рядом с ним Находился До этого показывали Игорь Филиппов Это вице-президент По направлению Пирамиды Сам он ростовчанин На очень высоком уровне Я уже Говорил в предыдущем Что в Ростове Очень высокий уровень Организации Подобных мероприятий Отыгрывается Лепшаков И выходит к столу Курта Да Здесь тоже игры нет Вопрос только в том Кто сейчас Ошибется раньше Для спортсменов Первая партия Тоже очень важна Ну а нет Вот посмотрите Это вот Игрыш наверняка Женя Да Судя по углу Да Посмотрите Такой симметричный У нас практически Квадрат получается Неплохо отыгрывается Здесь возможно Вот эти два шара Которые выше стоят От длинного борта Вот их можно играть Биллиардисты ветераны Любят в Ростове Биллиард Мне несколько раз Посчастливилось Быть в Ростове В качестве В суде Да В судейской бригаде Популярен очень Биллиард Ну и Такие герои Ростова Осьминин Левада Да Да Действительно Имена Все с регалиями Ну а Канебек Саганбаев Кажется Атакует Левую угловую лузу Да Именно так Но тут Очень толсто Не дорезает Да Ну и что По-моему Есть возможность Для игры своего Скорее Для игры Чужого А своего Прошу прощения Я ждал Когда остановится Вот этот шар Здесь чужой Там свой Мои любимые Были шары А это были Любимые шары Как говорит Канебек Да 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 Вот сейчас С верхнего С верхней Панорамы Было видно Что И Свояка Тоже можно сыграть В эту лузу Андрей Справляется Ну и смотрите Да Вот Спустя минут Наверное Пять Всего В один шар Разница А проигрывала Команда Белоруссии 3-7 Напоминаем Чужого все-таки Выбирает Евгений Что-то мне Подсказывает Что не будет Он его играть Свой Очень тонкий Он может С такого Острого угла Заходя Он может Там просто Застрять А чужой шар Будет заходить В более Открытую лузу Ну Опять же Сейчас Потерпим Чуть-чуть Должна Да Да Чужого Все Правильно На сильном ударе Попадает Достаивается Аплодисментов И смотрим Куда Прикатится Биток Биток Встает У длинного Борта Ну что ж Скорее всего Я думаю Что Андрей Будет исполнять Своего шара Вот как раз Евгений идет Смотрит позицию Для своего партнера Наверняка Будет Да Да Но Противоположную Лузу Конечно Там нет Игры Это точно Здесь Единственный Вариант Да Играть Своего Есть Вариант Отыграться Нет Чужого Здесь Никто Не будет Играть Вот В угол Направо К нам А Нет Да Действительно Свой Но Это Была Атака Это был не отыгрыш Абсолютно Точно И это Ошибка Которая Сейчас Скорее всего Повлечет За собой Наказание Другим 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 Это был Нырок И по Всем законам Жанра За Нырок Должны Наказать Отмечаем Отмечаем Что В мужском Турнире Приняли Участие 32 Команды Всего 64 Спортсмена По Регламенту У России Было Здесь Четыре Команды По Три Команды У Беларуси Казахстана Киргизии И Украины И По Две Команды Представительства Азербайджана Молдовы И Узбекистана По Одной Команде Было Задействовано Среди Стран Ближнего Дальнего Зарубежья Ну Вот И Здесь Длительная Подготовка Затянулась У нас Стартовая Партия Второго Полуфинала Надеемся Что Надеемся Что Последующие Будут Подинамичнее Поувереннее Ну И Пободрее Что Сейчас Там Сказал Кайнебек Успокоить Мальчика Который Громко Кричит Да Кайнебек Ну Ты Профессионал По Моему За То Время Которое Играет Саганбаев Можно Научиться Не Обращать Внимания На Какие Отдельные Реплики Ну Он Может Быть Сам И Научился У Него Партнер Есть Молодой И Он Прореагировал Как раз После Промаха Дастана Да Скорее Всего Так Думая О Своем Коллеге Атака Евгения Курта И Наказывает Он Своих Оппонентов За Промах Причем Промах В ответ Потому Что Помним Мы Как Ошиблись Белорусы И Таким Образом 1-0 Повели У нас В полуфинале Прошу прощения Евгений Курта И Андрей Глушанин Смотрим За Продолжение Ну Думается Что Вот Это Стартовая Такая Длительная Партия Должна Сейчас Дать Понять Спортсменам Что Стоит Действовать Поактивнее Поувереннее По крайней Мере Хочется Видеть Вот Именно Этого Должна 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 итак все готово ко второй партии полуфинала на сей раз разбивают пирамиду бильярдисты из киргизии а конкретно достан лепшаков выходит стал с правой стороны от себя с левой по телевизионной картинки и соприкоснувшись с обеими губками левой угловой лузы бордовая отказывается ложится по назначению да и опять для продолжения очевидного ничего нет есть коротко стоящая пара коротко стоящая пара наверное с нее и в гений начнет евгений подсыпается если у кого-то возник вопрос по этому поводу подсыпает наверняка детскую присыпку на руку чтобы рука не потела и скользила но вот обычно чаще доводилось видеть как мелом это вот поверхность труд сам бильярдисты тоже обеспечивает это такое нормальное прохождение кия по поверхности моста хороший удар справляется жене и делает выход в среднюю лузу да сложный удар тянул здесь к себе мост был тоже такой довольно высокий вот видим как располагается сейчас рука у курты здесь очень важно сделать проколки короче чем расстояние между шарами и так попадает но правда слабенько но тем не менее но что-то до раскателось и мы видим отыгрыш мы видим как же не закрывает позицию как-то очень рисковая и сильно еще чуть-чуть и подставил бы шара в середину до из кучи можно было достать как он какой-нибудь шар сыграть своего в середину ну а вот я из них нет ли такой возможности да надо на один из шаров так чуть повода настрою каннебека можно понять что там что-то есть да вот именно его на игра не третий как спешка как сказывается но должен сыграть здесь кинобек действительно так и происходит и нет нет подбоя пирамиды не до мечтал ну в любом случае шар остался на игре что называется стоит как сторож в середине и очередной отыгрыш да всякий раз вот я удивляюсь выдержки бильярдистов которые могут вот так вот по несколько минут вести тактическую борьбу вообще бильярдиста должно быть все равно пять минут он будет отыграться или три часа это очень хороший удар андрея глушанина все броски у них к на 3 1 впереди команда беларуси едва не касается шар пирамиды ну тем не менее игра в середину есть удар будет сильным да потому что прицельный стоит за средней линии и возможно прицельный шар сделав борта 3 а то и 4 может быть и попадет в пирамиду наверное все таки от 4 бортов думаете коснется сначала длинного да потом коротко длинный короткий длинный и вот здесь смотря с какой толщиной попадет ну а здесь видите нет и попадания как такового да женя сыграл слишком толстого прицельного шара я ожидал что он с этой диагонали пойдет он очень толстый попал и не получилось ни то ни другое но здесь примеряется каннебег к середине бордовым по прицельному либо 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 отыгрыш выбирает второй вариант но нет пока все таки еще обдумывает итак право удара переходит команде из белоруссии но сейчас андрей с евгением обсуждают чтобы такое придумать чтобы поставить в тупик бильярдистов из кирпича не много вариантов для придумывания атаковать нечем неужели он решится на такого сложного свояка нет конечно проще отыграться но это ошибка надо здесь было либо уводить белый шар за границы пирамиды либо приклеивать его к короткому борту не то ни другое у андрея не получилось на нас там даже может сыграть этого шара и подбить пирамиду да скорее всего так он и будет действовать тут другой вариант даже как ты не предвидится но можно поставить соперника в более неловкое положение отыграться получше но если есть атака вот я мысли так атака есть и если есть возможность сделать позицию для себя более перспективной почему бы этой возможностью не воспользоваться абсолютно с вами согласен но вот на таком мини совещании сейчас что-то обсудили бильярдисты из кыргызстана и смотрим за решение которое принимает достан лепшаков ну тоже да можно здесь было увидеть эту игру с века но я скорее думаю что сыграть бордова подбивает пирамиду наконец-то у нас здесь есть некоторые подвижки до чужой в середину напрашивается сразу же причем есть два варианта игры чужого в середину до ну вот пока очевидные варианты кыргызской бильярдисты не торопятся выбирать нас еще надо канебеку думать о том что у него партнер играет с другой руки играется чужой или не играется нет видимо все-таки его будет да просто так несколько раз выверяет досконально канебек наконец-то отваживается на этот удар сделал выход молодец там просматривается еще и биток вот из кучи можно доставать один биток вот этот да тут на пальцах мы сергеем просто которому подходит следим на станда смотрите как изгибается сейчас правая рука достану лепшаков на сильном ударе точен и неплохой очень неплохой выход на середине великолепный даже листящие вот по канебеку редко когда скажешь что проявляет он какие-то эмоции единственное пожалуй что я вспомню это матчевую встречу в комбинированной пирамиде ограничены во времени 50 минутами канебек играл с жене сталевым и вот они в концовке там конечно позволяли себе покуражиться знаем мы что добрые друзья канебек с евгением но и для тех кто смотрел матчевые встречи ограниченные во времени наверное не секрет что очень интересно наблюдать за этими противостояниями не получился сейчас выход он давал правое вращение своему шару после забития чужого шар должен был сделать выход в другую противоположную среднюю лузу винт не сработал аборт и канебек вам показал уже свои эмоции да будто услышал меня да 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 и сказал да я не камень я даже человек он действительно не камень я впервые рядом работал за столом с 2009 года и после этого очень много раз мы общались и встри я и в киргизии был на чемпионате мира где канебек принимал участие уже как организатор этого мероприятия ну а в кыргызстане отметим тоже будет бильярд ничуть не меньше чем в том же ростове-на-дону и действительно во многих странах постсоветского пространства чуть ли не номер один русский бильярд я думаю я думаю юрий что ни в одном городе не в россии и в постсоветском пространстве нет столько бильярдных столов клубов сколько в бишкеке я конечно не изучал эту статистику но слышал о том что свыше 100 бильярдных клубов в котором в которых находится пять столов то есть есть и больше есть и меньше а сто клубов по пять столов и если ты в любой день в 11 часов не заказал себе стол то не сыграешь шансов вечером поиграть ну вот пожалуй да действительно это такой показательный момент развития бильярда и интереса который он вызывает среди любителей и профессионалов редко кто не показывает свои эмоции редко есть такие моменты как когда выдержать невозможно мне кажется самым ярким представителем вот такого харизматичного типа людей которые свои эмоции никогда не сдерживают является александр паломарь украинский бильярдист очень мне импонирует манера его игры всегда интересно наблюдать за матчами в которых саша принимает участие а в его противоположности это андрей фрейд ну что 1-1 до 8 3 заканчивается таким счетом вторая партия и паритет установки берут ребята перерыв но мы надеемся на то что он промелькнет незаметно не огорчайся эректогенон эректогенон мужская сила длина и художествен тяжелое начало как это получилось у ребят ну вот как мы и предполагали 31 минуту играли первую партию 80 редко теперь такое увидишь редко на очереди партия под номером три продолжает евгений курта использовать присыпку для лучшего соприкосновения киа с поверхностью моста ну и сейчас будет произведен разбой разбивает евгений с правой от себя стороны не точно не точно но тем не менее где-то рядом и от губ биток пошел обратно в пирамиду свои лавахт разводим ребята на своем языке обсуждают дальнейшие свои действия к сожалению не я не сергей не можем похвастаться глубокими знаниями да даже поверхностными знаниями киргизском поэтому можем только строить какие-то догадки но думается что ни к чему хорошему это не приведет хоть и много времени провел в киргизии но я много времени провел в советской киргизии киргизстане был вот один раз на чемпионате мира я по моему уже в предыдущих работах говорил о том что чемпионат мира единственным стране проведенным чемпионатом мира по моему это было в прошлом году если я не ошибаюсь нет это было в двенадцатом году а в прошлом году уже на двенадцатом году это было пешкеки а потом они провели еще один чемпионат мира но уже выехали к озеру и сыкуль и играли если вы помните а вот как раз это прошлый год открытые на открытом воздухе да там конечно панорама открывается очень красивый досадует сейчас сам на себя достану лепшаков мажет удар причем не сложно нормально ну и здесь что называется простор для творчества у белорусских бильярдистов да есть возможность вновь выйти в лидеры сейчас будут наверное обрабатывать центральную лужу ну вот судя по тому как готовится андрей да сильный удар нет делает перевод все таки не видно очень много нюансов нарезки стоит от шара ну там свояк по моему проходит в середину нет играть то конечно есть я просто говорю что я не угадал я думал они будут оставлять там шара андрей в частности а там видите была резко и он сделал переводы в другую лузу да корта видимо играет именно своего в середину да играть будет сильно и свой шар будет возвращен на эту половину ну вот видите по иронии судьбы он остался там но зато другой после соприкосновения сюда прикатился заменил так сказать да довел есть такое слово в правилах игры в пирамиду ищет продолжение андрей находит ищет продолжение андрей находит и вновь точно и неплохая атака в левую угловую лузу причем как с позиции центра так и от короткого борта параллельно ему и ищите да вот именно тот удар о котором я и говорил параллельно практически параллельно коротком борту Сейчас будет играться чужой Будет переводить на другую половину Бордового шара Удачно И, 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 и Ну тоже есть там варианты для продолжения В любом случае есть что играть В любом Ну а вот есть такая тенденция Сергей, не знаю, согласитесь вы с ней или нет Доводилось общаться Со многими Бильярдистами и Игроками в покер, и вот все они сходятся Во мнении, что Одни, например, те кто Играет в бильярд, любят играть в покер И те кто играет в покер, любят играть в бильярд Никогда не слышали бы вот такую вот аналогию Я сам люблю покер Но Будучи, умеючи играть в покер Я бы на бильярде не смог играть Почему? Ну потому что Игра в покер Не требует таких Владения таких навыков Как игра на бильярде Поэтому В карты сел на стул и учись, да Чем больше проиграл, тем сильнее играешь Бильярд, наверное, совершенно другое Да я скажу больше, Юрий Бильярд любят очень многие Стесняются Потому что не умеют Не получается Ну, все приходит с опытом Тут вопрос Бильярд, наверное, совершенно другое Да я скажу больше, Юрий Бильярд любят очень многие Стесняются Потому что не умеют Не получается Ну, все приходит с опытом Тут вопрос Стесняются Потому что не умеют Не получается Ну, все приходит с опытом Тут вопрос Во времени, наверное, и возможности для тренировок Ну, естественно, в желании Евгений Курта играет Своего через весь стол Браво И Ну, тоже неплохо Даже лучше, что он там вот Не упал туда В дальнюю угловую лузу Да, можно вот так вот В противоположную диагональ Сыграть Чужого Да, наверное, Чужого шара будет играть Андрей Да, действительно, так и есть Обратный удар По обратной диагонали И вновь попадает Очень хорошо Блестяще Сохраняет Атаку в эту же лузу Ну, и сейчас Пожалуй, ничто не должно Евгению Помешать Закончить эту партию В пользу своей команды Достаточно опыта у Жени Чтобы реализовать Да, хорошо Хорошенько прицелившись Попадает Курта В 8-1 Заканчивается Восстанавливает Эта партия Своё преимущество И 2-1 Впереди белорусы Здесь же Лофтар Вот это было Итак, дорогие друзья Добро пожаловать обратно В Ростов-на-Дону На командный чемпионат мира По бильярдному спорту Спортивная пирамида Полуфинал Под номером 2 Команда Белоруссии Против соперников Из Кыргызстана И мы с вами Переносимся В партию Под номером 5 К сожалению Эфирное время Не позволяет нам показать Этот матч В полном объёме Длился он более 3-х часов Но Спешим вас заверить В том, что Всё самое интересное И зрелищное Мы Предоставим Вашему вниманию Продолжают наращивать Обороты Белорусы Ну и вот По сравнению Со стартовой партией Этого полуфинала Видно, что Игра-то пошла Потому что там Первые ударов 8 Наверное, точно были По отыгрышу До пожения видно Он оживился Он двигается Побыстрее Что называется Глаза блестят И атакует сейчас Курта Левую угловую лузу Чужой Уверенно Есть у Андрея Глушанина Возможность Продолжить серию Ещё чуть-чуть Поближе подобраться Не получилось Уже не накатить Ну, тем не менее Ближе всё равно Подошёл Я думаю, что Сейчас похожий удар Да Будет исполнять Андрей Хотя вот Судя по тому Как целит Видимо, будет не подкат На сильном ударе Нет, подкат Да Но Несколько Другого плана 0-3 И Сыганбаев С Лепшаковым Сейчас вынуждены Ожидать Своей очереди Но Неизвестно Пока Предоставят ли Возможность Для таковой Соперники Из команды Белоруссии Ну, честно говоря Не хотелось бы Видеть Единоличного лидера Хотелось бы Посмотреть на борьбу Первый полуфинал Был очень красивым Да Там напоминаем В контровой партии Только Сумела Команда Из Украины Одержать верх Над Соперниками Из Молдавии При этом Команда Молдавии По-моему Два раза Выходила вперёд Да Вилан Эта партия Тоже очень важная Если ребята Сейчас из Белоруссии Возьмут Это будет Очень ощутимый Перевес Распланчик Увидел Итак Готовится К исполнению Своего удара Андрей Глушанин Тут всё предельно Понятно Простой Чужой Выход На середину Но чуть-чуть Перекатывается Биток Через Среднюю линию Ну атака Также есть Есть и Чужой В центр Есть и Атака В угловую лузу В общем Может сейчас Курта Позволит себе Право выбора В угловую лузу Не с руки Конечно же Не будет играть Да Наверное Свояка Будет всё-таки Выберет играть Более Более Да Более удобно Левый винт И Свой Отправляется В угол направо 6-0 Долго ли Коротко ли Андрей сейчас По-видимому Будет играть Прицельно В угол направо Да Ему нужно Сейчас Повторить Свой предыдущий Удар Сыграть плотно И Очень хорошо Вновь происходит Подбой пирамиды И по-моему Там да На середину Выкатывается шар Рисковал Всё равно На мой взгляд Андрей В случае Не попадания Да Конечно Нужно было Проще Сыграть Подкатить шар Для продолжения Игры Но Видимо Был настолько Уверен Он в себе И в этом ударе Ну да Они пытаются Наверное Раскуражиться Потому что Вспоминая Первую партию И сейчас Как они Эмоционально Начали общаться Ну Небо и земля Конечно Даже Евгений Курт Оставит Воспроцентный знак В этой партии С счетом 8-0 Побеждают Белорусы И 4-1 Впереди Курта И Глушани Перерыв Итак Нашему с вами Вниманию Партия Под номером 9 Возвращаемся Мы На тот момент Когда Счет В полуфинале Уже 5-3 И графика Нам Наглядно Это демонстрирует Но вот Видим Что Предыдущие Несколько Партий Были Не столь Продолжительными Как первая Потому что Первая длилась 31 минуту А Три последних В сумме Длились 32 минуты Видели мы сейчас Крупный план Дианы Мироновой И рядом Ее подруга Ольга Милованова С которой Они являются Такими Давними Соперницами Хотя Обеим Девушкам Скажем так Всегда 16-17 Но Диана Начала Свой путь В бильярдном мире Очень рано По-моему Первый Чемпионат мира Она выиграла В 12 лет Если я не ошибаюсь Ну а Ольга Чуть ее постарше В общем Молодые Перспективные Российские Бильярдистки Хотя Так Наверное Больше Говорят Про Тех Кто Только Начинает Свой путь А у Обеих Уже За плечами Столько Регалий Что Эфира Может Не хватить Если Перечислять Все Достижения Сократили Немножко Разрыв Есть Шанс Еще Подобраться Поближе В этой Партии Помним мы Что Выигрывала Команда Из Беларуси 3-1 Но вот Перевес В две Партии Пока Сохраняется Напоминаем Что Игра В полуфинале Ведется До Шести Побед И Сейчас Каждая Партия Может Стать Решающей В плане Победы Евгении Курта И Андрея Глушанова Ну а здесь Бурные аплодисменты К Небеку Саганбаеву Многочисленная Группа Поддержки Молодой Просит Совета Куда Куда же Ты ушел Помоги Что дальше Делать Ведь Ну как Сказал В первом Полуфинале Ну а здесь Бурные аплодисменты К Небеку Саганбаеву Многочисленная Группа Поддержки Молодой Просит Совета Совета Куда же Ты ушел Помоги Что дальше Делать Ведь Ну как Сказал В первом Полуфинале Артур Пивченко В общении С Евгением Масадом Вот в похожей Ситуации Да ты что Прикалываешься Когда тот Задал ему вопрос Ну сыграй В середину Точнее Порекомендовал Ну и вот Следуя Видимо Одобрительному Совету Своего Болееопытного Коллеги Достан Лепшаков Попадает В центр Смотрим Что у него Здесь есть Для продолжения Не получилось По всей видимости Что задумал Лепшаков По всей видимости Хотел Ну Играл сильно Хотел попасть В кучу Но Вот игра В середину Есть резка А вот игра В угол Правда Здесь не видно Какой из шаров Может быть Сыгран налево Но все-таки Конебек Будет играть Видимо В центр Отвернулся Сейчас так Евгений Курта Секунд на 20 Будто бы знаю Что Ну Конебек Сейчас долго Будет готовиться Поэтому я Когда Поверну голову Обратно Ничего не пропущу Попадает Себенбан Вторая попытка Раскрыть Позицию Не увенчалась Длинного борта Длинного борта Будет делать Перевод В другую Угловую Лузу Да Ой Ну вот Мы уже говорили Об этом Не один раз Как только Начинаешь Задумываться О выходе Да Сразу же В тартарары Усложняется Сразу же Все усложняется Расстроен Конечно Конебек Но Уже больше Такая Улыбка Отчаяния Наверное Хотя Естественно Конечно Ничего Для Команды Из Кыргызстана Еще не потеряно Рано говорить О том Что Все здесь Завершится Победой Курта И Глушанина Так что Понаблюдаем Да нет Конечно Вообще Ничего Не ясно Что же Там Увидели Они С Андреем Да Что-то Кажется Там Уже Все Поперемазано Оказывается Нет Вот Есть Там Парочка Такая Как раз Вот Средний Пятый И Седьмой Сейчас Судьям Нужно быть Очень Внимательным Вновь Высокий И довольно Дальний Мост Это Говорит О том Что Будет Обратное Вращение Оттяжка Не решается Женя Почему Не решается Или Решил Еще Еще Один Кружочек Сделать Для Для Настроя Ну все Пора Пора Брат Пора Цитирую Великого Классика Атака Чужого В угол Налево Подскок На битки Кыргызстана Прошу прощения Наверное Им эта ситуация Отрадна Ну В оправдании Наверное Можно сказать Что Подбодрили Давай Ребята Давай Соберитесь Мы Здесь Мы надеемся Мы Мы же Зачем-то Сюда Пришли Ключевая Фраза Мы Здесь На мой Взгляд Дабы Действительно Дать Почувствовать Спортсменам Что Есть у них Поддержка На трибунах Немало Важно Вот этим Шаром Сейчас Будет Играть В середину Саганбаев Или Вот Этим Скорее Всего Да Вот Этот Вариант Считал Что Угол Здесь Более Удобный Ну Что Залипли Шары Да Ну Там Есть Вариант Игры В середину Есть Вариант Игры В угол Направо Вот По Этому Плану Так Что Думаю Я Что Сейчас Или Пшаков Сможет Выбор Сделать Да Вот Чужой Направо Возвращаясь В группе Поддержки Сейчас Вспомнилось Тогда В Киргизии Бронзовую Медаль Завоевал Имя По моему Канатову Завод Не помню Фамилию Сейчас Боюсь Ошибиться Я Такой Поддержки Ну Просто Нигде Не встречал Во-первых Было Очень Много Народу Канат Коныбек Или Канат Садыков 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 Канат Да Все правильно И это Ему Очень Помогло Он Показал Такую Браво Просто Браво Ну Что А у Нас 5-0 Упрочивается Преимущество Бильярдистов Из Кыргызстана И на очереди В их столу Канат Саганбаева Согласитесь Юрий Невольно Хочется Чтобы ребята Выиграли Эту партию Киргизов Да Согласен Чтобы все таки Интрига Чтобы была Абсолютно Мне очень много Задавали вопросов А ты когда Работаешь Судьей Ты за кого Болеешь Я однажды Признался честно За тех Кто проигрывает Нет За того Кто выигрывает Это была Больше шутка Конечно У меня была Обратная ситуация Которая мне тоже Периодически Приходит на ум Когда работаем На тех или иных Трансляциях На одном из чемпионатов Мира по футболу Мама меня спросила Говорит А вот это Что за команда Потому что Она увидела Что это неизвестная форма Неизвестные лица А у меня семья Довольно спортивная Я говорю Это сборная Трининдад и Табага На что мама Ответила Вот я за них буду Их наверное Никто не знает Вот за них поболею Поэтому я всегда Вот так С улыбкой Эту историю Вспоминаю Ну конечно Саганбаев и Лепшаков Это не Представители Трининдада и Табага Это спортсмены Которые Которые известны В мире спорта Очень хорошо Ну по крайней мере Да Да и все таки Это своего рода Ментальность Я считаю Опять же Опираясь на Первый полуфинал В котором Общались В котором общались Представители Украины Евгений Новосад И Артур Пивченко И вот там Такую фразу Услышать Что Играй То что чувствуешь Коллега говорит Что вот я чувствую Вот это И в ответ Ну хорошо Мне не представляется Возможность Чтобы Возможным Чтобы вот мы услышали Такую фразу Там В том полуфинале Ну вот нет Такого взаимопонимания У них По всей видимости Причем Я не хочу сказать Что это Какая-то отрешенность Саганбаева Да Но просто Вот это Мне кажется Такая черта Которая вот Говорит о менталитете Может быть Здесь У Достана Именно вот Чересчур Он ответственно К этому относится Потому что Как соответствовать Своему Старшему Товарищу Там-то да И Пивченко И Новосад Примерно Одного Уровня Спортсмена Ну Теперь уже Я Артуру Стал чемпионом Прошу прощения Он выиграл Господи Я говорю Про кубок Мэра Москвы Блестящую Игру Показал Канебек Играет Свойка Попадает И 7-0 Более уверенность Все идет Сейчас к тому Что победа В этой партии Останется Как мы с вами И хотели Сергей В плане поддержания Интриги Останется победа За представителями Кыргызстана Ну дай бог С большой долей Вероятности Дай бог Опять же Уточним Не потому что Мы Упаси господи Болеем против Какой-то из команд Да А просто В плане Интереса Еще немножко Понаслаждаться этим Да Безусловно Он предлагает Ему отыграться Давление Очень огромное Сейчас На достана Я Его прямо Отсюда Чувствую Да Да Ощущается Да Все Нормально Все Молодец Ну не просто Сейчас Лепшакову Да Конечно Судя По реакции Сыганбаева Когда он Двумя руками Машет Головой Качает И говорит Ну хоть так Молодец Естественно Психологически Это очень Непросто Сыганбаев Евгений Ну а выхода Нет Им надо Активно Играть Конечно При счете 0-7 Конечно Многих вариантов Нет Поплыли они уже Поплыли Это он специально Для Жени Говорит Чтобы он Слышал Я думаю Да Да Тонкий психолог Оказывается Канебек Сыганбаев Потому что Так-то Зачастую Мы слышим Что общаются Ребята На своем языке Но вот Фраза Сказанная Чтобы беларус Понял Что это было Это любимые Уловки Канебека Это вот Те шары Которые он любит Или Зачем он сейчас Сейчас на столе Стоит Намного проще шар Это свояк А он подходит Да-да-да Понял 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 Да Вот так Показывая Что вот Легкие мне не нужны Мы победу В этой партии Одержим По-другому Что ж 8-0 Заканчивается Эта партия В пользу Бильярдистов Из Кыргызстана И счет 5-4 Да Проявляет Сейчас эмоции И Андрей Глушанин Завелся Глушанин Завелся Больше чем Корта Ну что ж Вот сейчас Мы можем Констатировать По крайней мере Я могу Честно Объективно Сказать Что в этой Партии Я буду Болеть за Команду Из Беларуси Да Прости от Меня Уважаемые Телезрители С точки Зрения Психологии Сейчас Соперники Евгения И Андрея Завели Их Ну если Не до Нельзя То очень Серьезно Да Сыграв Три партии Подряд По 8-0 Да Поэтому Вот здесь Я уже Болею Не за Интригу Но И с другой Стороны Не за То Чтобы Побыстрее Завершился Матч А Просто Вот за Такой Спортивный Азарт Скажем Так Волнуется Группа Поддержки Команда Из Кыргызстана Свояка Решил Играть Евгений Да Хорошо Да Ну что Я Раскрыл Он там Что-нибудь Для Андрея Или нет Ну вот С этой позиции Кажется Что Нет Вот да Не посмотрел Я на эту атаку Конечно Конечно Да Чужой Не сразу Я его убил Середину будет Уводить Андрей Шара А нет Вот К себе Да Есть и Свояк В среднем Луже Два раза Перебрал Сейчас мягче По сети Все Вот эту парочку Наверное Будет играть Лучше бы Разбой Я уже Разбой Почувствую Очень тихо Сейчас говорит Кенебек Но слышим Мы что говорит На русском Видимо Говорит Про то Что надо Почувствовать Просто Почувствовать Удар Ну а Евгений Играет Практически Прямой Ну есть Тут резка Конечно Небольшая Ай-яй-яй Поторопился Ну мне кажется Сейчас вот Как никогда Высок нерв игры Да И так Кенебек Выходит Да Стало сейчас Да Кенебек Играет Не сложного Чужого С отскоком И с переводом А нет Он оставляет Тик подхатывая Оставляет Примерно на том же месте Прицельный Предоставляем Достану Какие-то шаманские Расчистил там Вход в лузу Да Видно сейчас Что нервничает Курта Все для того Чтобы повторился Первый полуфинал Для контры Все есть На столе Что сейчас Применительно К бордовому Шару Пытается Пытается Представить Как он Сделает Выход Чтобы потом Сыграть Бордов Да Понял Не пришло Мне в голову Потому что Подумал я О том Что хочет Бордовым Как-то играть И вызвало Это легкое Недумение Да Выходит Если говорить Про атаку Бордовым То позиция Неплохая А если Нет Скорее всего Будет сыгран Просто свояк Да Игра Игра Чуть-чуть Не дотянул Поэтому Не хватило Немножко Оттяжки Вот о чем Мы уже говорили С вами Юрий Вот Свояка забил Все Плюс один Иди ищи И дальше Что ты будешь делать Можно было Конечно Этого шара Играть Тонко И сильно Для того Чтобы распустить Бордового шара Может быть Что-то Он там Подкачан Или Стал бы Как-то удобнее Но вот все равно Конечно Могу я ошибаться Но Мне кажется Что Очень неспокойно Чувствует себя Дастан При исполнении Своих ударов Потому что Он понимает Что Любая Его ошибка Будет вызывать Какую-то Такую Категоричную Реакцию Канебека Ну Канебек Видите Он же Сыгрывает Свои шары Он свой ход Делает А Серия У Достана Ошибок Пошла Вот из-за этого Нерва Как раз Занервничал Но мы отмечаем Что Не без ошибок Играл И сам Саганбай Конечно Ошибки были У всех Ну вот Давление Очень серьезное Сейчас на него Ну Все что нас Не убьет Сделает нас Конечно Безусловно Будет крепче Решается Все-таки На Свояка Шар Непростой Потому что Стоит У борта Да Тут очень серьезная Резка должна быть И попадание Очень четкое Да При этом Еще будет Подбой и куча Поэтому Очень серьезный Выстрел Да В кучу попадает А шар Не забил Да Канебек Как бы это Не стало Сейчас Да Это может Роковой ошибка Чуть-чуть Не хватило Отскока Канебек Вдвое Интересная Картинка Была Сильнее Чуть-чуть Сильнее Я не добавил Я наверное Пропустил Я просто смотрел На реакцию Саганбаева Что вы имели Они Один С одной С одной Стороны Примеривает Шара Друг С другой То есть Получилось Так Что они Оба Друг Навстречу Другу Один В одну Угловую Лузу Второй Во вторую Да Ну вот Обсуждают И не без причины Сейчас долго Обсуждают Белорусы Потому что Понимают Что ситуация Для них Ну По меньшей Мере Решающая Уверенно Сокращается Оставание И уже Минус один Ну что Нет Есть игра Середину Есть и много Игры есть Вот мне Первое Что Пришло В голову Это Именно игра В центр Да Свояк В центр Стоит Ну Но это повтор Филигранного По точности Удара В исполнении Андрея Глушанина На что решится Евгений На своего Или на чужого Но с этого плана Думается мне Что он На своего А вот чужой По перспективнее Палка О двух концах Что поделать Да Не любят Почему-то Серединку Биллиардисты Почему-то Не любят Да А это будет Свой Попадает Курта Смотрим За дальнейшим Раскрытием И есть здесь Есть опять От чего Оттолкнуться 4-4 И напоминаем Что в случае Победы Белорусов Пройдут Они В финал В случае Победы В этой партии Любая Осечка Собственно Играла Злую шутку С командой Из Кыргызстана Ну вот Предположили мы Сергеем Тот вариант Что промах Саганбаева Может Сильным эхом Аукнуться Но пока Вот Не хочется Забегать вперед Но пока Так и происходит От Бордова Можно сыграть Своего Ну это тоже Был бы А своего Вы имеете ввиду По диагонали Или своего Который рядом С Бордова Я имею ввиду Шара Который стоит На этой половине На другой половине Стола Туда тянуться Неудобно Там был коридор Да Я вот Не успел заметить Но Женя По всей видимости Будет играть Чужого шара Вот этого Лезть Да А Все понял Я о каком шаре Вы говорили Сергей Можно было бы Конечно и так Но вот Этот вариант Выбирает Курта И оказывается Правым В своем выбор И Не получается Ну вот Наверное Сейчас будет Тот свояк О котором я говорил Ну хотя Ребятам там Виднее Тоненький Тоненький Свояк Другую Противоположную Главу Ну вот Тоже Андрей На него Смотрит Да Такое Более Читается На столе Конкретно Это Да Свой Практически Через Весь Стол Ну не Через Весь Но Через Большую Его Часть Мажет Мажет Андрей Глушанин И Как опасно Мажет Очень 6-4 6-4 Да И посмотрите Хватается За голову Естественно Разочарован Спортсмен Ну и теперь Уже Колоссальная Ответственность Ложится На плечи До стана Ну вот Ничего не могу Я с собой Поделать Не нравится Мне Как ведет Себя Саганбаев Почему Он не выйдет С столу И не поддержит Своего Более Молодого Партнера Ну Может быть Думает О том Что Пойду Сейчас Что-то Там Навязывать Может быть Испорчу Сделаю Еще Хуже Вообще Биллиардист Привык Быть один У стола И он Принимает Решение Он не может Посоветоваться Ни с тренером Ни с кем Да Но он же понимает Ну посмотрите Он не смотрит За этим Ну я Не знаю Я не хочу Сейчас Никоим образом Обидеть Кенебека Естественно Самого Лучшего Наверное Биллиардиста Кыргызстана Национального героя Национального героя Будем говорить Так Естественно Да не обидится Он на нас За какие-то Такие Рассуждения Но просто Складывается Такое впечатление Ненарок Так Забил Дастан Ну и посмотрите Вот Дастан Буквально По пятам Идет За своим Более Опытным Партнером Ну что Решится Шар Поднял Там Есть Расстояние Между Шаром 5-6 5-6 Напоминаем Счет Сейчас В 10 Партии И конечно От удара Кенебека Сейчас Зависит Тоже многое Да сейчас Практически Каждый удар Он будет На вес Золото Конечно Предлагает нам Режиссер Трансляции Дмитрий Белов Разные Взгляды На Выбор Саганбаева Вот Решается Он Атаковать Левую Угловую Лузу Прицельно Есть Точен Саганбаев Браво Вот В этом Он Весь Да Нелегко Сейчас Достану Есть Нелегко Пришла Саганбаев Опасно Заганбаев Может Саганбаев Незаправда Саганбаев Да, ситуация не из легких. Я даже не знаю, что бы я сейчас в данной ситуации сделал. Но здесь должен последовать какой-то самый безопасный отыгрыш, наверное. Просто вот, по крайней мере, даже я, как мы знаем, человек, который всегда стремится видеть какие-то активные действия, в данной ситуации, пожалуй, рисковать бы не стал. Не рискует Илья Пшаков. Молодец. Отдал позицию ребятам. Пускай они решают, что с ним делать. Водитель дай. Евгений Курта принимает эстафету по передаче грузоответственности из одних рук в другие. Это, знаете, как по аналогии с легкой атлетикой. Там передают палочку эстафетную, а здесь грузоответственности. Да, рюкзак. Рюкзак с камнями. Именно так. Но вот по ощущениям белорусские бильярдисты более раскрепощены. Как-то у них и улыбки проскальзывают. Нет, все-таки очень интересный формат. Парный. Интересно, а если троих завести, команду из трех человек? Мне кажется, это будет перебор. Да. Ну, в плане того, что от увеличения количества игроков в зрелищности, я думаю, вряд ли бы прибавилось. Из-за пауз между ударами, да? Да. Как минимум. Свояка играет, Женя. Да, посмотрите, рискует Курта в данной ситуации. Опа. Да, Кейнебек. Молодец. Хорошую картинку показали. Молодец и Дмитрий Белов. Дмитрий Белов молодец, да. Ну что, вот сейчас надо набраться смелости, сыграть чужого шара в середину и своего накатить туда же. Ну, вот в плане риска, наверное, все-таки у белорусских спортсменов чуть больше повода для такового имелось. Потому что, напоминаем, что ведут они в счете, и даже в случае проигранной партии ничто для них не заканчивается. Будет контровая, и все. А здесь, с точки зрения... Юрий, это не все. Контровая, это не все. Это четвертая партия, проигранная подряд. Вот это может быть все. Да. Это, кстати, да. Забыл я про то, что... Хотя нет, почему четвертая? Счет был 3-1. Впереди был Курта. Может, редакторы покажут статистику? А, я думаю, что... Я думаю, что эта статистика будет возможна только по окончании партии. А, ну, хорошо. Посмотрим по окончании партии. Прав я или нет? Три партии подряд. 8-0. Так, Анибек меня услышал. Попадает Сиганбай. Посмотрите, как радует сейчас Лепшаков. Рано, рано, рано. Вот этого свояка забейте, потом радуйтесь. Что-то мне подсказывает, Сергей, что только что были слова бильярдного мэтра. Безо всякой иронии, потому что действительно... Действительно чревато преждевременное ликование. Ну и что здесь комментировать? Собственно, подтверждение ваших слов. Почему в нужный момент мне не дается удара? Вот почему в нужный момент не дается ему удар? Ой-ой-ой. Ну, а с другой стороны, зачем он это говорит так нарочито? Он, иными словами, дает понять Лепшакову, что если бы бил я, я бы попал. Ну вот, иди, ответственный момент, давай. Вот тебе и возможно. Что? Что сейчас не устраивает? Сколько счастья. Что не устраивает Сиганбай? Играть нечего. Играть нечего. Вот что его не устраивает. На что он там сейчас решится? Ну, случился там, видимо, контратуш. Ну, соприкосновение после первого касания. Отыгрываться будет. Молодец. Не страшно. Теперь уже белорусам нет шансов нырять. Надо доигрывать. Такое впечатление, что Женя высматривает сейчас своего шара играть. Да, мне тоже так показалось. Как-то такой настрой прям. И ведь в прошлый раз он рискнул. Вот опять же, возвращаясь к разговору о том, что и здесь рискует. Да. Да, не выдерживай сейчас Сиганбаев. Такие бросковые. Штаны. Ушел-ка сам по бездорогу. Мне показалось или сейчас было слово штаны? Было слово штаны. Лучше удар, чем отыгрываться. Да, я вообще видеть не хочу. Слышать не хочу даже. Уши закрою. Спокойнее, Кеннебег. Спокойнее. Конечно. Конечно. Не гоже тебе. Могу сказать одно. Мне стопроцентно нравится командный турнир. Мне очень понравился этот формат. Больше не бей. Больше не бей. Что же делает Кеннебег с психологией Достана сейчас? Да. Да, вопрос только дадут Кеннебег тебе еще разок ударить или нет. Ну вот, мне кажется, что примерно аналогичная ситуация. Ведь Глушанин не такой титулованный, как Курта. Но по отношению к Андрею у Евгения нет никакого, по крайней мере, видимого такого превосходства. Посмотрите, блестящий удар исполняет сейчас Андрей. Просто блестящий. И сейчас у Евгения есть все для того, чтобы поставить жирный восклицательный знак в этом полуфинале. Сыграл от борта. Не самый простой шар, потому что биток был практически приклеен к длину. Я думаю, что, да, видели мы это прекрасно. На это нужно решиться. Вот опять же, вот, продолжая эту тему, он чувствует себя раскованный. Говорю я про Андрея Глушанина. Я бы за этот удар дал бы лучшего игрока в команде Глушанина. Вот именно за этот удар. Да, он дорогого стоил, я абсолютно согласен. Женя молодец, тоже выдержал паузу, сходил, что-то сделал там, отдохнул. И... Ну что ж, смотрим за этим ударом. И он является победным для команды Белоруссии. Мы поздравляем Евгения Курту и Андрея Глушанина. Очень уверенно они провели этот матч. Ну и благодарим кыргызских бильярдистов за упорную борьбу. Что ж, на этом все. Для вас работали редактор трансляции Алексей Горин и комментатор Юрий Царицын и Сергей Агейенко. Всего доброго, дорогие друзья. Занимайтесь спортом. До новых волнующих встреч. Редактор субтитров А.Семкин